Всем привет, друзья! В общем, ситуация опять с ванной, вы любите эту тему. Короче, вот она, значит, эта дудка, кран, ну, понятно, душ, да, вот эта вот вся история. Короче, шланг начал течь, вот отсюда появилась течь. Соответственно, ну, это не проблема того, что оно там брызгает или что-то, просто из-за этого тут падает напор, потому что тут часть вытекает, тут падает напор, ну и, короче, беда. Опять же, я рекомендую не покупать, как вот в случае с краном, да, просто мы перевернули его, не покупали новый. Также и здесь уже, казалось бы, ну, уже теперь точно надо покупать кран, я решил, что нет. Короче, я просто разобрал, то есть вот эту историю, ну, понятно, берете разводной ключ, вот здесь вот откручиваете, вот эта история снимается. Ну, у меня уже все разобрано, но я показываю. То есть это откручивается, да. Дальше что я сделал, тут я уже, честно говоря, не помню, тут какие-то, а, тут какой-то пластик, что ли, что-то было. Короче, в общем, я, а, вот что я сделал. Я взял просто эти самые ножницы по металлу и обрезал вот здесь вот шланг. Соответственно, вот так вот мы его обрезали. Потом, если там что-то неровно даже обрезано, он, вот эта вот вся металлическая тема, она, смотрите, она просто, вот она, видите, разбирается. Она как бы друг в друга вот так одета. То есть это вот так вот разматывается вся тема. Поэтому, если там, когда при обрезке у вас что-то помялось, мы потом просто, ну, короче, можно это все сделать, там, этими самыми, какой-нибудь вот такой разжать, это все жестянка, она мягко все это делается. Вот, дальше потом какими-нибудь такими вот собаками вот так поджать, там, в общем, выровнять это все можно. В общем, смысл какой? Что потекло? Это, как я сказал, просто оплетка. Внутри идет вот такой вот шланг, да? Соответственно, почему пошла течь? Здесь идет вот такой вот типа штуцера. Он вот так одевается. И как он одевается? Он сначала просовывается вот в эту. Вот. И вот так одевается штуцер. И вот этот штуцер, ну, тут еще куча вот таких вот завальцовочек там, да? Как бы это не суть. Вот это пластик тут какой-то. Ну, как бы не важно. Короче, по-простому. Вот этот штуцер, он просто плотно одевается, и он не дает вот так вот, да, шлангу выскочить. Ну, и, соответственно, это все вот сюда накручивается. И, ну, соответственно, вот эта вот завальцовка, она держит саму вот эту оплетку, чтобы вот так шланг не торчал. И вот так это функционирует. Что у нас случилось? У нас просто от перепада в температуру, да, уже составился вот этот шланг, он вот здесь вот обмяк. И просто, ну, как бы увеличился в диаметре, и, соответственно, вот этот штуцер с него слетел. И почему он потек-то в конечном итоге? То есть, вода идет, понятно, вот по этому вот шлангу. Это просто оплетка. Соответственно, шланг, он вот так там закреплен. И закреплена оплетка. Но поскольку шланг со штуцера там сорвало, он ушел туда вниз, его оборвало, и осталось только держаться оплетка. А шланг ушел вот сюда. И понятно, почему. Поэтому отсюда, отсюда вот через эту оплетку, а я уже сказал, что она здесь не герметична, она просто вот так вот разматывается. Через оплетку шланг вот он досюда ушел, дальше он не может уйти. Все, и, соответственно, вот отсюда у нас текло. Если бы шланг ушел дальше, текло бы вот отсюда. То есть, по шлангу идет, идет, а тут, где шланг кончается, куда его оборвал, здесь начинает плескать. Вот. Что, какой ремонт мы сделаем? Мы просто вот этот штуцер, ну, понятно, вот здесь обмякшую вот эту часть мы обрежем. Тут у нас еще чуть-чуть есть. И вот этот штуцер я не просто одену, я его еще зафиксирую клеем. Вот таким вот универсальным. Не знаю, насколько это будет все как бы надежно, но какое-то время, думаю, прослужит. То есть, мы просто обратно вставим этот штуцер, который должен здесь быть, но мы его еще зафиксируем дополнительно клеем. Вот. Ну, и все это соберем, я покажу. Надеюсь, будет функционировать. Где-то отсюда вот так мы обрезаем. У меня уже нож затупился. Вот. Мы обрезали шланг. Ну, он, конечно, уже, да, такой. Не очень. Не вот. И штуцер, вот он, прям плотно-плотно туда входит. В эту вот обмякшую часть он влетает. Очень легко. Вон он. Пока, ну, я до конца не буду, но видно. Прям легко. А вот мы обрезали, и вот в эту часть вот он уже туго входит. Все, вот так чуть-чуть поджимаем, чтобы оно все нормально было. Значит, штуцер мы будем крепить в самом конце. Сначала первым делом идет вот эта история. Ну, которая одевается на саму вот эту вот дудку. Одеваем и просто вот так ее туда, пускай она скатывается, она нам не нужна. Дальше идет металлическая вот эта тема. И вот тут пластика. Она немножко у меня обломалась, но тут как бы не суть. Вот она. Сейчас. Вот так ее просунем поглубже пока что. И вот она туда запрессовывается плотно. Мы пока плотно не будем. Сейчас наша задача вот эту металлическую, да, одеть вот на этот вот, как бы на эту оплетку. Почему я вот здесь поджимал? Чтобы она влезла вот в эту вот, как бы зафиксировалась вот туда. Теперь это надо какое-то усилие приложить. Вот. Все, она туда залезла. То есть мы вот эту металлическую, которая зажимает, ну, как бы штуцерок, как фиксирующее кольцо, короче, как его назвать. Короче, мы ее одеваем на вот эту оплетку, ну, где-то до середины, потому что нам еще надо будет одеть вот эту пластику. У нее, видите, тут тоже в районе сантиметра должно внутрь туда войти. То есть оплетку, если мы до конца вытащим, мы ее вообще можем вот так насквозь вытащить. Мы вот эту не оденем. Поэтому вот оно там на сколько-то торчит на середину. Теперь мы одеваем вот эту пластиковую. Ее можно чем-то помазать, чтобы она легче вошла. Берем адгезионочку и вот так чуть-чуть по краешку смачиваем. Все, и вот на эту вот металлическую пытаемся одеть. Ну, понятно, она может туго одеваться, но вот со смазочкой заходит гораздо лучше. Ну, в общем, понятно, мы ее до конца, прям до упора должны вставить. Все, вот одели. Соответственно, все, мы оплетку зафиксировали. Теперь что мы делаем? Обратно вынимаем вот так наш шланг. Он сильно не вынется, потому что, помните, здесь тонкая, там дальше расширяется. Вот, мы эту обмягшую часть нашу обрезали. Теперь что мы должны сделать? То есть у нас, понятно, да, первым делом идет вот это, потом идет вот эта фиксирующая оплетка, пластиковая. И последним делом мы должны крепить штуцер. Но дело в том, что штуцер, видите, он у нас чуть-чуть совсем выпирает. Когда мы будем пытаться насадить вот этот штуцер на шланг, раз, и шланг пропал. То есть и нам его в оплетке никак не удержать, он падает. Поэтому что я рекомендую сделать? Достать этот шланг. То есть какие-то вот такие узкогубцы, именно узкогубцы, потому что пассатижи туда не войдут. И вот так аккуратно, стараемся не повредя шланг. Видно, да? Вот я этот шланг достаю. Вот, я его достал. Ну, на какое-то расстояние, чтобы можно было приклеить. Потом мы его обратно затолкаем. Потому что вот так не получится прикрепить. Не получится прикрепить. Потому что штуцер будет вот здесь, он, ну, как бы, понятно. То есть он должен туда быть утоплен шланг. Но пока мы его достаем, чтобы нам одеть штуцер. Значит, что, обезжириваем. В принципе, не обязательно. Можно, у меня очиститель тормозов, вы можете использовать спирт обыкновенный. Но, в принципе, это вообще не обязательно. Я просто, там, с него все время течет вода. И чтобы на воду, ну, чтобы клей схватился, чтобы не на воду клеить. Ну, и, соответственно, штуцер вот этот тоже. Обезжириваем. Берем клей чуть-чуть. Буквально чуть-чуть клея. И вот так вот по краешку. То есть весь его не надо обмазывать, только краешек. Потому что, когда там плотная посадка, когда мы будем одевать, в принципе, этот клей разойдется по всей площади. Краешек намазали. Все, тут у нас обезжирено. Ну, штуцер, естественно, тоже предварительно обезжириваем. И начинаем одевать. Тут, я говорю, плотная посадка. В принципе, и без клея он бы, может быть, сел бы. Но я на всякий случай все это делаю. Потому что, видите, один раз слетел, чтобы больше такого не было. Все, вот я его одел. Видно, да? Штуцер на шланг мы одели. Все, клей дополнительно будет фиксировать. Так что, какое-то время точно прослужит. Потому что этот шланг отдельно, даже без этой дудки, он стоит 400 рублей. Там, 380 или что-то такое в Леруа, сам дешевый. Поэтому, как бы, 400 рублей экономим. Ну, плюс, если вы, это с дорогой, как бы, еще дорогу посчитать. Все, значит, вот так вот до конца туда одеваем. Тем более, смотрите, вот эта пластиковая история для чего. Смотрите, со шлангом, ну, когда вот штуцер я не одевал, просто один вот этот шланг. Он вот в эту пластиковую легко, да, мы вытащили, одели. А теперь штуцер, когда мы одели. Он же, штуцер немножко этот шланг, как бы, увеличил диаметр шланга. И видите, теперь очень плотно. Теперь мне даже не задавить туда, ну, тоже хайсочкой сейчас помажем. Вот в эту пластиковую не одеть обратно, потому что штуцер расклинил, как бы, шланг. Вот, поэтому, в принципе, это дополнительно фиксировать. Тут, я говорю, можно было и без клей, честно говоря. У нас просто сорвало от старости. Вот, видите, заходит. Просто берем, ну, молоточком или чем-то. О, зашла. Ну, хайсочка. Очень рекомендую вот смазку эту. Ну, можно ВДшкой, чем-то таким там, силиконом. Ну, в общем, какая-то должна быть адгезионная смазка, которая уменьшает трение, чтобы все это пластиковые очень детали хорошо вот побрызгало, она там влетает только так. Вот, все, одели. Фиксация невероятнейшая. Теперь вот эта вот тема, соответственно, вот она. Ну, понятное дело, что у нас тут осталось. Вот эта прокладочка, да, она вот так кладется, прокладка. Вот эта наматывается, ну, знаете, вот этой лентой, которая специальная. Тут прокладка, тут лента, и все это обратно накручивается, как бы, тут без всяких понтов. То есть, ремонт мы фактически произвели. Все, намотали, значит, на технической этой уплотнительной лентой. Накрутили. Сильно закручивать не надо, потому что пластик. Сейчас мы порвем резьбу, и придется один хер покупать эту дудку все равно. Так, это у нас шланг, и теперь вот переключаем. Все. Как мы видим, жалко я не показал до этого, как было. Вот отсюда прям текло, прям вот так по шлангу вот отсюда начиналось, и вот так по шлангу текло. И здесь напор был, вот, наверное, сейчас я, вот такой напор был. В прямом смысле, потому что все стекало вот как бы отсюда. И, понятно, если шланг вот здесь заканчивался, он вот здесь, соответственно, и сливал его. А сюда уже доходил, ну, понятно, да, все, он вот здесь кончался. Это как, ну, какой напор нужен, чтобы досюда докачать. Поэтому все отсюда и сливалось в основном. Все, вот так вот, друзья, ремонт. Ну, что, друзья, вот такая вот история. То есть, на первый взгляд, казалось, что нужно покупать новый шланг, потому что что-то там течет, ничего не понятно. Наверное, лопнул шланг. Мне сначала мама сказала, что лопнул шланг, наверное, там, или еще что-то. Вот. Но проблема оказалась решаемой без прибегания к тому, чтобы покупать новый шланг за 400 рублей. Как вы видите, все решили своими руками бесплатно. То есть, инструмент, который, ну, под рукой, по крайней мере, должен быть, как я считаю, у каждого мужчины с собой. Ну, и фактически из расходников нам только вот такая вот лента пригодилась. Но я думаю, что 20 рублей никого не напугает в сравнении со шлангом за 400. Вот. В очередной раз мы справились, ничего не покупая. На этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. И увидимся в следующих роликах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok